добрый вечер дорогие друзья мы в дегустационном зале декантера мы продолжаем записывать ролики по пути скажем так наших дегустаций сегодня наш ролик отличается от всех предыдущих тем что мы его записываем уже постфактум после того как провели дегустацию уже сформировались свое мнение зал уже выбрал своих фаворитов но мы не можем не рассказать не поделиться о нашем опыте о том что мы открыли и в целом о том какие эмоции какие впечатления для нас сформировал конкретный завод и сегодня наш ролик посвящен 10 лирии бен ромах мне кажется что многим она не очень знакома наверное не очень много о ней говорилось или проводилось мероприятий мы решили это исправить мне кажется что бен ромах в общем то может порадовать большое количество виски любителей да может быть он не настолько известен на слуху и за ним не стоит какая-то супер мега большая глобальная компания зато за ним стоит гордон макфейл что мне кажется уже интересно в 1898 году дункан маккалум строит этот завод и многие считают что за почти 150 летнюю историю а если точнее чуть меньше 150 лет бен ромах является самым многострадальным самым заводом таким с сложной судьбой сложной истории достаточно долго он переходил из рук в руки много раз закрывался много раз открывался но на бутылках наносится 1898 год вот например и эту дату мы считаем основной что же важного что же хочется сразу отметить что же хочется рассказать бен ромах считается самой маленькой дистиллерии спейсайда всего два куба не очень большие мощности даже говорят что они не используют на сто процентов свои мощности и недалеко от такой деревни под названием форес расположен этот завод очень красивое место достаточно хорошего скажем так визуального эффекта с пагодами которые многим любителям виски известны по дизайну одного очень выдающегося человека который приложил руку к созданию нескольких заводов как на или так и на большой части шотландии но при этом бен ромах являясь маленьким является крафтовым много внимания уделяет ручному труду очень небольшая команда на нем работает и наверное я не буду пересказывать всю историю я сосредоточусь на почти уже конце 19 века на 1992 году когда компания гордон макфейл выкупает все права и закрывает на 6 лет на реконструкцию завод и по истечении этих шести лет даже приглашается принц чарльз на открытие официальное завода для подписи бочек и всего остального и я считаю что вот с этого момента наверное надо говорить уже о новейшей истории бен ромаха о его возможностях о том каким он предстает сейчас у бен ромаха достаточно обширная большая линейка накопилась за время существования и разнообразные скажем так релизы какие-то снимались производства какие-то продолжали существовать через десять лет после официального открытия появляется легендарная наверное для завода десятка и и сегодня у нас нет сети я думаю что многие из вас кому интересен бен ромах могут найти ее на рынке достаточно спокойно мне кажется что это одна из наверное лучших бутылок с точки зрения баланса цены-качества на данный момент если вы любите виски виски из спейсайда если вам нравится стиль спейсайда и если вы любите небольшое вкрапление дыма такое может быть слегка или чуть-чуть уловимая с точки зрения в сравнении например там с островными висками то от бен ромах десять лет вас должен порадовать там есть и классика стиля спейсайда и определенная дымная составляющая у меня на столе шесть релизов это релиз органик 2012 года это старая пятнашка это 21-летний релиз современной 22 года это два бачковых релиза 2008 и 2010 годов это все первые бачи и бутылка которая замыкает сет эта бутылка 1981 года 25-летний релиз с стопроцентным хересным влиянием на бочковой крепости 54,2 градуса ну и давайте перейдем к дегустации еще раз повторюсь у бен ромаха очень богатая обширная линейка есть как и исторические релизы которые уже сняты с производства есть и эксперименты с разными бочками например в бочках из пацисикая или эрмитажа проходила до выдержка но в классическом таком понимании и стиле бен ромах это всегда сочетание двух самых известных бочек это бурбон и херес и в каких-то релизах например херес доминирует с точки зрения массы и объема а в каких-то наоборот бурбоновая составляющая она играет первую скрипку наш сет если вы заметили отличает тот момент и нюанс что у нас три релиза в современной упаковке и три релиза в бутылках которые претерпели и редизайн которые уже вот в таком виде не выпускаются их наверное уже очень сложно найти на нашем рынке так как импортом занималась одна компания достаточно небольшой объем производства как я уже сказал в начале у бен ромаха их мощности в общем-то ограничены чуть более полумиллионом тысяч литров но работают они наверно на одну треть или может быть чуть больше хотя сейчас конечно же наращивают объемы в плане производства ну и давайте начнем первая версия первый образец который вошел в нашу дегустацию это так называемый органик это 46 градусов крепости дистиллирован он в 2012 году и бутилирован в 2020 первым насколько скажем так влияние органики и эта философия таруарности работы с солодом и скажем так уникальности ответить сможет только каждый из вас когда попробует этот виски потому что на нашей дегустации которая уже состоялась было очень много споров и нюансов обсуждения с точки зрения насколько помогает продавать вот эта надпись органик этот виски и насколько она на помогает виски любителям или интересующимся людям обращать внимание на конкретный релиз очень приятный очень мягкий весьма фруктовый нос хорошая ароматическая группа виски не какой не тяжелый не активный хотя об 46 градусов и можно ждать от него какого-то такого достаточно строгого ароматического профиля нет я бы сказал что есть что-то от злаковых от печенья может быть какой-то легкий хлебный тон дымной составляющей в первичной ароматике практически нету или если вы ее ощущаете то мне кажется это прямо фрагменты которые вы чувствуете на втором и третьем плане ну еще раз повторюсь очень приятно очень фруктовый нос здесь есть все от классической бурбоновой выдержки есть вот virgin оука и еще раз повторюсь мы не стали ставить в дегустационный сет десятку не потому что не хотели раскрыть ее в полном объеме а потому что мне кажется многие любители виски либо пробовали ее ну либо могут попробовать посмотрев этот ролик и например заинтересовавшись продукции и самой идеи завода бенромах за которым теперь уже стоит очень грозная сила в лице гордон макфейл ну вот очень приятно очень открытый очень мягкий нос мне кажется любители спейсайда именно такую ароматическую группу и приветствуют и любят давайте попробуем вкус достаточно активный есть и легкое влияние таких свежих может быть каких-то даже чуть-чуть перезрелых даже не хочется говорить цукатистых но вот есть определенная свежая есть нотка экспрессии есть какие-то фруктовые основы и вот они через какой-то период времени они перетекают ну скажем так в такие уже перезрелые или зрелые фруктовые основы мне кажется есть немножко солоноватости может быть что-то от имбиря может быть легкие специи хорошая сладость и ванильность виски достаточно хорошо работает с полостью рта верхняя часть весьма быстро отдает воду и становится такой сухой скажем так а нижняя часть ротовой полости наоборот набирает больше воды больше сочности больше какой-то фруктовости и когда вы сделали глоток и прошло определенное количество времени весьма небольшое мне кажется вот эта вот злаковость текстура от может быть каких-то пивных культур или от печенья она тоже чувствуется и в целом виски несмотря на то что ему 9 лет мне кажется что очень хорошо собран очень хорошо сбалансирован есть и фруктовая основа есть и продолжение ну и приятная достаточно послевкусие не могу сказать что сверх длинная но весьма достойная весьма интересная с ним конечно можно посидеть если у вас хороший драм а то и 2 в вашей дегустации друзья если вы еще не подписаны на азбуку виски если вы еще не подписаны на социальные сети декантера сделайте это прямо сейчас у нас много интересного много нового ну и мы говорим о новинках виски индустрии и проводим дегустации с интересными образцами и с новыми и с теми которые уже достаточно сложно найти на полках наших магазинов ну и давайте двигаться дальше дальше у нас 15-летний релиз здесь 43 градуса и вот здесь вот уже влияние хереса достаточно серьезное оно ощущается практически сразу мне кажется все любители хересного виски они познакомившись с ароматом сразу считают здесь хорошее влияние именно хересные бочки виски достаточно сухофруктовый, масляный, ореховый есть такой благородный и достаточно богатый мне кажется тон который хочется раз за разом знакомить со своими рецепторами виски достаточно маслянистые достаточно плотные я надеюсь что вы видите много ножек медленно очень стекают много скажем так густоты и плотности у конкретного релиза и очень приятный очень хересный аромат да с влиянием наверное на втором плане или третьем плане бурбоновой сладости или свежести может быть какой-то легкости или хрусткости но еще раз повторюсь что очень приятный хересный профиль мне кажется что конкретно эта бутылка понравится именно тем кто любит хересные виски ну и давайте попробуем виски достаточно объемный структурный с хорошей плотностью с хорошей текстурой я бы сказал что он бы мог достаточно легко поконкурировать с современными пятнашками очень хороший баланс ничего не выпирает есть правильное продолжение от интеграции хересных бочек сюда но хорошая длина хороший объем приятная согревающая гортань структура и действительно можно как посидеть так и выпить с человеком который достаточно хорошо разбирается виски и можно познакомить того кто например любит наоборот хересные виски но еще не познал какие-то большие высоты с точки зрения дегустации ну что ж двигаемся дальше если у вас будет возможность я надеюсь что вы попадете в шотландию обязательно посетите это место чарльз доик постарался как архитектора и после даже нескольких перестроек место очень красивое очень аутентичное не так далеко скажем так находится от возможности туда попасть я думаю что если вам повезет с погодой прекрасные виды очень интересный у них визитер-центр похожий на маленький домик поэтому не пожалеете времени и мне кажется что в Бен Ромахе есть определенные перспективы есть определенные моменты которых скажем так не стоит обходить стороной а смотреть за тем что происходит с Бен Ромахом сейчас и как влияет рука города Макфейл на то что мы можем попробовать ну и двигаемся дальше у нас 21-летний релиз мне кажется что он был в какой-то период на нашем рынке сейчас к сожалению нету еще раз повторюсь это свежий релиз это бутылка 2022 года и здесь тоже 43 градуса больше таких фруктовых тонов что-то от айвы что-то от косточковых может быть слегка перезрелые такие моченые яблочки нету какой-то вот свежести легкости конечно возраст 21 год уже накладывает свои особенности но достаточно такой богатый и сложный аромат я бы сказал что появляются какие-то там специи может быть что-то от пряностей есть легкая интеграция вот здесь вот чувствуется именно дымный какой-то составляющей такой может быть пепельный или древесной составляющей которая ну на этапе сжигания дает такие вот нотки именно дыма ну и виски достаточно открытый достаточно мягкий достаточно фруктовый очень легко делается глоток очень легко он пьется весьма открыто весьма быстро начинает передавать информацию рецепторам и действительно такой хороший честный очень питкий вариант если скажем так вы не знаете вкусов тех людей с которыми откроете эту бутылку или наоборот например вы как любитель виски на этапе хотите какого-нибудь такого хорошо собранного но не нагруженного информации не тяжелого виски с бурбоновым профилем где есть все характерные особенности этой бочки вот мне кажется Бенромах 21 отличный вариант и я думаю что его цена за 21 год еще достаточно комфортная и можно можно найти эти бутылки за достаточно вменяемые деньги с точки зрения баланса возраста вкуса и качества виски может быть чуть-чуть финал коротковат но это такое как бы у каждого свое видение и вкусовщина переходим дальше дальше я попробую парой это соответственно их каск стрэмф и это 2008 год первый бач и 2010 год первый бач в 2010 году это 58,5 а в 2008 это соответственно 57,9 дистиллированные в восьмом и десятом году эти бутылки и соответственно один был выдержан с 10 по 21 а другой был выдержан с 2008 по 19 ну и я попробую их пары это в общем такая зашитая конкуренция отличается ли старый релиз от нового какой релиз кому понравится больше зал честно говоря разделился в своих мнениях кому что больше понравилось оба виски на бочковой крепости но в 2010 года мы это подметили уже на дегустации более яркий более открытый более свежий и сладкий наверное аромат такой он прям дружелюбный сразу начинает появляться в бокале в 2000 в бутылке 2008 года дистилляции 57,9 аромат более сложный более закрытый более структурный ему нужно чуть больше времени и в нем конечно хересные составляющие чуть больше чем в 2010 году во всяком случае ощущается это достаточно ярко как мне кажется ну и попробуем 57,9 есть определенная структура плотность мощь есть и специи и пряности и что-то от перечной текстуры да есть и ваниль и сладкий тон но при этом это все обрамляется мне кажется таким масляным ореховым профилем и сильная интеграция дуба то есть древесного тона мне кажется бочка здесь ощущается весьма серьезно с точки зрения глотка но еще раз повторюсь 57,9 градусов в общем-то очень серьезная крепость мы пробовали добавлять воду кому-то этот эксперимент приносил больше удовольствия кому-то меньше но виски весьма концентрированный плотный такой густой и очень структурный а на его фоне 58,5 градусов релиз 2010 года еще раз повторюсь более открытый более фруктовый не такой плотный не такой насыщенный не такой густой и более фруктовый более открытый да может быть более живой и экспрессивный но опять же на достаточно серьезной крепости не вызывает он какой-то мощной атаки резкой которая отторгает виски когда вы сделали глоток пьется он достаточно комфортно мне кажется и без воды но это кому как нравится мне кажется что вот разность достаточно очевидно с точки зрения такой густоты плотности насыщенности структуры и наоборот больше открытости больше сладости больше фруктовости больше ну скажем так таких открытых тонов и нюансов которые могут порадовать любителей бочковой крепости ну и завершает нашу дегустацию в общем то историческая бутылка это 1981 год дистилляции бутилирована она в 2006 году 54 и 2 градуса здесь только хересная бочка и пусть вас не вводят в заблуждение мы заменили пробку к сожалению пробка в момент открытия сломалась раскрошилась поэтому нам пришлось заменить оригинальную пробку на более современную от другого релиза я могу сказать что по итогам дегустации эта бутылка победила набрала большее количество баллов но если отставить ее в сторону все остальные релизы набирали примерно ровное количество голосов что говорит о том что вся линейка может порадовать разных виски любителей разного уровня разного дегустационного опыта и разных формаций отношений если вы любите например больше бочковую крепость или вы любите больше фруктовый легкий свежий виски или наоборот вы любите больше хересного влияния больше такой хересный скажем так составляющий ну и здесь честно говоря очень сложная ароматика ей нужно время здесь херес поработал отлично и бочка передала массу нюансов которыми можно наслаждаться я честно говоря наверное не буду долго описывать все тона и нюансы я считаю что это действительно очень хорошая достойная бутылка для тех кто любит хересный виски плюс мы понимаем что спирты были дистиллированы еще до прихода города макфейл поэтому это такое так сказать машина в прошлое это возврат к тому как видел бен ромах свои скажем так возможности и свой виски на этапе 1981 года еще раз повторюсь что мне кажется что города макфейл купил даже не завод скорее как строение здания и технологичное их наполнение а парк бочек заполненных уже виски или ну конечным продуктом который можно уже выпускать на рынок и после реконструкции всего несколько элементов оставил ну без перемен с точки зрения того что их время еще не пришло меняться а иногда эти детали запчасти вообще бесконечно долго существуют работают и сейчас уже воспроизвести сделать их практически невозможно да и не имеет смысла если у вас прекрасное оборудование которое уже почти 50 лет служит верой и правдой ну вот виски немножко постоял он очень-очень плотный концентрированный очень много слезок и бороздок в моем бокале которые идут прямо одна за одной и очень медленно стекают но еще раз повторюсь это на мой взгляд хороший интересный может быть даже классный виски с точки зрения его возраста хересного влияния и крепости в 54,2 градуса не могу сказать что это хересная бомба нет скорее это элегантный стильный очень объемный весьма не агрессивный и не мощный виски в формате ощущений в ротовой полости с ним приятно посидеть с ним приятно может быть провести какое-то время с интересным собеседником или почитать книгу поиграть в шахматы мне кажется это такой медитативный продукт еще раз повторюсь наверное такие бутылки уже крайне сложно найти учитывая их небольшой объем производства да и в общем то историю которая скажем так наверное уже заканчивается на этапе того что было до прихода горда макфейл такая вот дегустация обязательно посмотрите фотоотчет и итоговое голосование о дегустации бенромах мне кажется что к бенромаху стоит присмотреться от него реально стоит ждать каких-то классных бутылок классных новых продуктов несмотря на то что все еще они ищут свой стиль и мне кажется что весь сет достаточно разносторонний и у него какой-то вот одной такой прям супер стилистической особенности нету кроме того что это виски спейсайда и стиль старого спейсайда где есть небольшое вкрапление дыма но я думаю что все еще только начинается и бенромах в перспективе нас обязательно порадует спасибо друзья спасибо что были со мной следите за нашими дегустациями открывайте самые лучшие бутылки не храните их в чулане и до новых встреч всем пока до новых встреч